В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Возлюбленные Господи, Отцы, Матери, Братья и Сестры, спасибо Господи за Ваши святые молитвы. Сегодня мы с Вами читали Евангелие от апостола Гриста Луки на Божественной Тургии, в котором было три образа взаимоотношения человека к Богу и к своим обязанностям христианским, и к смыслу своей духовной жизни. И эти три образа Господь нам показывает на примере трех человек, один из которых говорит Господу, Господи, я хочу пойти за Тобой, пойду за Тобою. Господь ему отвечает, что лисы имеют язвины, то есть норы, птицы небесные, гнезда имеют, а сын человеческий не имеет, где голову подклоните. Второму человеку, который не он говорит, что пойду за Господом, а Господь сам ему говорит, что ты иди за мной, избирает его, чтобы он шел за Господом. И он говорит, Господи, повели мне прежде пойти погребсти отца моего, то есть я хочу похоронить отца, который умер, и пойду за Тобой. Но Господь говорит, пусть мертвые погребают свои мертвецы, и ты же иди благовестуй Царствие Небесное. Третий человек, Господь говорит ему, что, Третий человек говорит тоже, что, Господи, хочу идти за Тобой. Господь же ему отвечает, что только прежде человек спрашивает, разреши я пойду и управлю все в дому моем, то есть закончу все свои домашние земные дела и пойду за Тобой. И Господь отвечает ему, что никто же не управлен в Царстве Небесное, который положил руку на Рала и оглядывается вспять. Что же это за образы и взаимоотношения, отношения нашего к Богу? Это то, что происходит в душе каждого из нас. И вот большинство людей, именно вот эти три типа взаимоотношений с Господом и Богом к нам, они подходят. Один человек хочет идти за Богом, но не представляет себе всех трудностей, которые будут ожидать на этом пути. Не только человек может оказаться бездомным, как Господь. Те, которые идут за Богом, многие совершают духовный подвиг, у них действительно земного дома нет, а дом только небесный, в Царстве Небесном. Например, Христа ради родивые, которые несут такой подвиг, или странники, или монашествующие, которые отказываются от своего имения, и даже волей своей, и находятся на послушании у Матери Церкви, значит, у Бога. И когда Церковь говорит монаш, что иди туда, он берет свою котомочку, Евангелие четкие, облачение, клубок, ряс, и идет туда, где Господь ему сказал. Подвязываются либо в монастыре, либо в пустынях, либо в пещерах, либо в вертепах. И не только там подвязываются святые, а еще и в тюрьмах, потому что за Христа все время идет гонение на верующих, всегда. Даже когда видимого гонения нет, запрещено законом, закон охраняет церковь, государство церковь поддерживает. Но тем не менее идет нравственное гонение. Люди, многие, которые в храм не ходят, как Господь сказал, кто не со мной, тот против меня, кто не собирается со мной, тот растачает. Они церковь ненавидят. Они ненавидят верующих, они ненавидят священников. Они боятся, оказывают открытое гонение, но злословят, злоречием, каким-то клеветою, ложью, зложелательством или какими-то досадными мелкими уязвлениями все равно гонение на христианство свершают. А уж если разрешают гонение на христианство, гоните, ату их, говорит государство, тогда, конечно, начнут тебя убивать и избивать. И гонение на христианство идет духовное, потому что кто гонитель христианства, самое главное, это сатана, бес гонит христианство. Он гонит нас из храмов, он не дает ходить в храм, он не дает нам читать утренние черные молитвы, он запугивает нас, что это тяжелый подвиг служить Богу. И скучно, и невесело, и нерадостно врет сатана. И гонит нас в рестораны, бары, дискотеки, на гуляния, из церкви изгоняя. Это тоже все очень тяжелое гонение, которое должен претерпевать христианство. Отражать эти атаки, идти ко Господу, идти все равно в храм православный, совершать утренние черные молитвы и справиться причащаться. И вот человек, который хочет идти за Христом, многие люди такие порывами, вот я хочу быть за Христом, я хочу ходить в храм, но они не представляют, что потом будет гонение, и они не выдержат. И потом уйдут из церкви. И вот это бывает последнее, хуже первого, сказано в Евангелии, что бес, выйдя из дома своего, из души человеческой, ходит по безводным местам, потом там ему плохо скитается, хочет опять в дом свернуться, возвращается, видит дом чисто выметенный, берет семь злейших себя бесов, и бывает человеку последнее, хуже первого. Это про тех людей, которые в храм начали было ходить, вот вы поняли, что храм – это благодать Божия, это сила духовная, это вера, это смысл жизни, это радость, это возможность жить с чистым сердцем, и возможность не мучиться от страстей и грехов, от злобы, зависти и ненависти, все это прощается, все это снимается. Избавляется человек от этих грехов в церкви, не сразу, не быстро, не мгновение, но трудами, подвигами, но избавляется от солнца свободного. Ему это нравится, в церкви это благодать, это хорошо, это благотворительность. Но потом нападает враг, сатана, начинает нападать унынием, то унынием, то ленностью, то раздражением, то гневом, то осуждением, всякими страстями. С этим надо всем биться, это подвиг духовная война. И человек не хочет, он устает, и перестает ходить в храм. И даже есть очень больные люди, которые с психиатрическими диагнозами, которые пошли в храм, чтобы спасаться, то это благодать и радость получили, потом заленились, то ну, ходить в храм тяжело, отдыхи перестали ходить. И бывает человеку последних уже первого, то есть лучше бы человек не ходил в церковь, чтобы потом не уходить из нее. Не ушедший из церкви, он имеет меньшую ответственность, меньшее наказание на Бога, чем тот, который в церковь ходил, а потом ушел. Вот это тип взаимоотношений. Человек с Богом говорит, трудно будет в церкви, тяжело будет, будет подвиг, будет крестоношение. Готов ты к этому? Подумай. Если готов, давай, бери, ложи руку на рава и вперед. Но большинство людей нет, они думают, что церковь это пряники, это сплошная святость, это удовольствие, и бесплатно священники выполняют все требования, обязаны выполнять все требования, все просьбы, просто обязательно бесплатно, чтобы даже копеечку там не потратить в церкви, ни в коем случае, а только прибыль получать, и не напрягаясь. Вот так думала, это церковь. Нет, церковь это не то. Церковь это война, это кровь, это пот, это слезы покаянные, это раны, это падение, восстание, падение в грязь, восстание, но и радость, и свет Христов, и воскресение со Христом. То есть, но это все только через подвиг, через труд, и тяжелый труд. Второму человеку, юноше, Господь говорит, иди за мной, сам его призывает, видя, что он сможет, что он, этот юноша, пройдет эти подвиги, сможет пройти эти подвиги, что он сильный, что он преданный, что он кроткий, смиренный, и прочие дары духовные, имеет, но его связывает, некая условность человеческая, отец умер, его надо похоронить, и вот Господь говорит, что услышать призыв Божий, и пойти за Богом, за Христом, за Церковью, важнее даже, чем такое важное, конечно, дело, это важное дело, похоронить Отца, но, если тебя Бог позвал, даже Отца не надо хоронить, найдется, кому его похоронить, мертвые, те люди, которые не со Христом, не идут за Христом, Господь называет их мертвыми, они вроде бы живые, они вроде бы ходят, они вроде бы умеют важные хлопоты создавать, вот кто был на похоронах, когда хоронят, и священники часто это наблюдают, они приходят в дом, и видят там, вот может быть, несколько человек, всего процент маленьких, в храм ходят у оцерковленных людей, они не дергаются, они не хлопочут, они не указывают всем, кому чего делать, они с той сторонки, тихо, смиренно молятся о усопшем, а вот те, которые в храм не ходят, люди, которых священник никогда в церкви не видел, они хлопочут, у них вечно какие-то проблемы, даже когда священник отпевает, идет молитва, хотя бы раз в жизни за этого человека молится, хоть кто-нибудь, вот священник, только на парах хоронах, вот единственная жизнь, может не единственная, редко когда они там помолятся, они там хлопочут, что-то там указывают другу, где должны лежать полотенца, где должны стоять стулья, какие овенки кто должен нести, они хлопочут, но это же все бессмысленно, бессмысленно, где овенки лежат, где стоят табуретки, какие там на стол подали еду, колбасу или курицу, это уже не важно, человек умер, жизнь его закончена, уже ничего сделать нельзя своими руками для его спасения, справить жизнь нельзя, жизни уже нет, все, что он смог, он сделал, теперь последний шанс остается молиться за этого человека, чтобы исправить его жизнь, но эти люди, даже когда человек умер, они даже тогда уже не молятся за него, человек не ходил в церковь, конечно же, вот эти хлопочущие люди, это только у человека, которого в церкви не было никогда, ну или очень редко, священник не знает этого мертвеца, кто это, не знаю, никогда в храме не видел, и такие же близкие, хлопочущие, бормочущие, священник вынужден часто прерывать отпевание, чтобы сделать замечание, попросить замолчать людей, перестать хлопотать, вот так безобразно, во время отпевания, вот это и есть те мертвеца, они мертвые, они не понимают, они не чувствуют, они не видят, не осознают, что происходит, душа идет в ад, возможно навсегда, а они хлопочут, где должны стоять табуретки, священник ходатайствует о спасении этой души, хоть сейчас, Господи, прости ему грехи, этому человеку, он никогда не исповедовался, в храм не заходил на исповедь, Господи, прости, а эти бормочут, где должны лежать полотенца, это мертвые, и они, конечно, смогут похорониться, этими бормотами, полотенцами, табуретками, кого угодно, организуют хлопоты, поспорят, кто должен нести веньки, кто должен нести крест, выяснят этот вопрос, все сделают, а вот за Христом идти, они не могут, они мертвы, их призывать бесполезно, конечно, мы призываем, возможно, кто-то из них, когда-то его прошибет, но, скорее всего, что они вот так вот, полотенца перекладывают, с места на место, табуретки переставлять, туда-сюда и обратно, всю жизнь, а ты, если ты Христа увидел, услышал, и ты живой, ты должен идти за Христом, бросив все, вот об этом второй тип взаимоотношений с Богом, не надо даже отца погребать, это уже не важно, это погребение, где-то мои табуретки поставят, закопают без тебя, за душу надо отца молиться, пойдешь за мной, отца вымолишь, вот о чем говорит Господь, вот что важно, идти за Христом, а не ставить табуретки с места на место и полотенца перекладывать, и третий человек говорит, это третий тип взаимоотношений людей с Богом, их на самом деле есть больше гораздо, но это те, которых в сегодняшней вангелии те типы упоминает Господь, третий тип, это когда человек, вот он не против церкви, вот он не против Бога, есть просто лютые, люди, озверевшие на церкви, озверевшие на Христа, на священников, которые ругаются, кричат, плются, ругаются нецезурной бранью на церкви, причем церковь ничего плохого не сделала, они даже, они никак в жизни не соприкасались, но ненавидят церковь люто, церковь у них деньги не отняла, не знаю, в тюрьму их не сажала, не обманывала, но они церковь ненавидят, а есть люди, которые, ну, вроде бы, да, за Бога, за церковь, в Бога веруют, как бы, вроде бы, но они говорят, что, Господи, я пойду в церковь, но мне сейчас не хватает времени, у меня очень много, много всяких важных дел, я сейчас переделаю все дела, и тогда приду в церковь, или вот я не пошла на литургию в воскресенье, потому что у меня были какие-то дела более важные, и я не пошла, или не причастилась, не подготовилась к причастию, Господь говорит, такие люди не попадают в царство небесное, вот если ты взялся за рала, то взялся за плуг, все, поши свою душу, вспакивай ее, вытаскивай камни грехов, выворачивай из своей души, засевай с именем, Словом Божьим, трудись, спасай свою душу, и все дела бросай, когда речь идет о воскресной литургии, никаких не должно быть важных дел, самое важное дело, это литургия, это служение Богу, вот это самое важное дело, ради этого дела надо все бросать, все проблемы, ради исповеди причастия, надо все бросать, все проблемы, идти в церковь, вот тогда, если это станет для тебя самым важным, спасение души, литургия, молитва, исповеди, ради этого ты все бросаешь, все дела, тогда у тебя появится шанс дойти до Царства Небесного. Если ты бросаешь все, и литургию, и причастие исповедь ради каких-то других, более для тебя важных дел, то ты опять же тот, кто перекладывает табуретки на похоронах и полотенце, суетиться, занавешивать зеркала, не занавешивать, переворачивать табуретки или не переворачивать. Ты занимаешься пустотой. Более того, бес, который, видя, он знает, что ты это высказываешь, и что ты так себя ведешь, что если у тебя есть какие-то проблемы, вопросы любые, даже незначительные, ты в храм не пойдешь, ты исповедься, присчастливый, ты будешь заниматься этими проблемами, враг будет насыпать тебе эти проблемы, организовывать их, он тебя просто завалит этими проблемами, зная, что ты в храм не идешь. И человек этот вечно нахмуренный, озабоченный, он вечно решает проблемы, он не может голову поднять к небу, у меня столько проблем, дай я в Бога веру, дай я в Богу пойду, но у меня проблемы, у меня проблемы, у меня очень много проблем. Она говорит, молодец, я тебе еще буду, еще, еще больше проблем. То есть проблем никогда не вылезешь и будешь решать эти вопросы. Вот еще один тип взаимоотношений с Богом. Проблемы, решение проблем важнее для него, чем решение проблемы спасения души. Решение проблемы покаяния в грехах своих. Решение проблемы служения Богу и так далее. Решение духовных проблем. Материальное для нас сущнее, чем небесное. И такое не попадает в царство небесное. И проблемы никогда у него не закончатся. Ни здесь на земле, ни в вечности. Вот тот, у кого проблемы важнее, чем спасение души. Поэтому только тот, который отбрасывает проблемы свои и земные, и идет в храм, и решает главную проблему спасения души, у того решается и проблема духовной спасения души, и проблемы земные. Потому что Господь говорит в Евангелии так. Защите царствие небесное и правды его. И все сие приложится вам. То есть и царствие небесное, и земное благоденствие, благопоспешение. Это не значит, что будет все безоблачно, будут трудности, будут подвиги, гонения, как я уже говорил. Но проблемы вот эти суетные, мелкие, земные, они будут решаться. Все Господь управляет. А гонения нужны для нашей души, чтобы душа стала сильнее, более верующей, больше благодать этого духа получила. Помоги Господи. Каждый посмотрите, к какому типу взаимоотношений с Богом относится наша жизнь. Пожалуйста, если это те типы взаимоотношений, которые лукавые, лживые, которые не приводят ко спасению, не приводят в церковь, а уводят от нее, исправьте свое взаимоотношение к Богу и приложитесь к тому типу взаимоотношений, который бросает все и даже погребение своих близких людей ради спасения души, ради молитвы, ради спасения души своей и своих близких живых усопших. И тогда все приложится нам. Помоги нам Господи всех с праздником. Спасибо за святые молитвы. Бог помощь на все добрые дела.